всем привет звук уже должен быть отлично сразу же такой вопрос кому вчерашние движения на рынке понравились можно ли громче насколько громко звук сейчас слышно всем хорошо слышно ли сделать громче я немного громче сделал как сейчас отлично значит вчера такой первый день у нас был когда действительно были хорошие движения то есть сразу же хочу обратить внимание на отчеты такие как mw вчерашний день то есть смотрите сразу на пятиминутный график смотрите на минутные то есть дешевые акции если уже начинают акции которые стоят восемь долларов делать вот такие движения идет гэп даун делать уровни и такие сильные движения это уже признак того что действительно объем в рынок начинает потихоньку приходить то есть обратите внимание движение было очень сильное очень импульсивное и для такой курсовой стоимости очень даже немалая то есть обратите внимание сейчас на акции у которых есть отчеты они утром делают вот такие вот вещи стоят в рейнде на пробитие данного рейнджа можно спокойно входить это очень хорошая точка входа вчера акции айтай просто отлично это сделал то есть посмотреть на более мелком таймфрейме здесь было четко видно точку входа вчерашние акции такие как wlp то есть это hellscape lens тоже на продолжение движения посмотрите дневку был гэп даун вчера позавчера и вчера акция тоже первое движение было вниз откат находит уровень сопротивления и дальше на продолжение тренда то есть эти акции ходят уже по полтора поинта то есть это уже первые признаки того что начинаются на рынке хорошие движения из этого же сектора h&m акция тоже обратите внимание формирует уровни и продолжает движение также вот первое движение откат ценовая фигура и продолжение то есть уже начинаются у нас неплохие движения очень много акций вчера с неплохим ходом было и на вторник мы договорились сделать конференцию уже есть некоторая информация довольно таки полезная о том что в будущем делать и как определять какой рынок надо на данный момент если в рынке объем то есть на самом деле очень просто к этому пришли то есть вчера парень который в пропкомпании работает просто показал один определенный индикатор по которому можно определять состояние рынка в плане объема то есть если вы чувствуете и ведете свою статистику и знаете что когда нет объема вы теряете деньги с помощью этого индикатора вы просто можете идентифицировать когда вам нужно взять отпуск и не торговать скажем так или же наоборот когда начинается движение вот сейчас как раз только вчерашний день позавчерашний показывает что начинает у нас обратная тенденция и объем начинает в рынке возрастать ну связано это с отчетами следующие две недели будут очень у нас веселые поэтому на это нужно обратить внимание значит что касаемо сегодняшних отчетов сразу же вот я их себе сохранил сейчас мы их просмотрим посмотрим также на street insider и перед этим буквально о новостях то есть фьючерс у нас нейтральный буквально недавно еще был в нулях минус 1 S&P 500 на данный момент 3.5 то есть импульса у нас сейчас в рынке нет но это по индексу Dow Jones то есть вчера видели первый день как закрылся рынок в отрицательном значении с положительного но тоже особо индекс пока у нас не ходит индикатор расскажу более подробно более четко то есть сейчас на самом деле по этому индикатору там все очень просто это TVL там с мувингами и так далее это сейчас объем начинает возрастать то есть все нормально то есть сейчас не будем на это тратить время это уже на конференции специально отдельное время у нас будет час когда мы разберем и акции многие и дневки которые сейчас хорошо работают и подобный индикатор значит JCP вчера совершенно верно была новость ну тут все очень просто надо покупать просто лонги продавать шарты то есть вчера не надо было смотреть JCP на разворот особенно когда акция идет таким серьезным паровозом надо просто искать точки входа на бай искать откаты и там заходить на продолжение движения в лонг значит фьючерс у нас пока без импульса Европа Азия разнонаправленно то есть тоже без особых каких-либо направлений сейчас торгуются Oil WTI тоже без движений и соотношение евро доллар 1.31 то есть никаких движений особых у нас сейчас нету была у нас сегодня важная новость в 8.30 сегодня GDP Gross Domestic Product внутренний валовый продукт была по макроэкономике цифра значит консенсус 3.1 рост актуальное значение 2.8 то есть немного хуже консенсуса за счет этого у нас фьючерс пока и отрицательный но посмотрим как у нас будут работать сегодня отчеты куда они потянут рынок значит сегодня сразу же смотрим на те компании которые вчера после close отчитались значит 3R company то есть подневки здесь видно постоянные гэпы идут но на премаркете пока ничего не ясно значит смотрим NST тоже пока премаркета нету FII сейчас одну секунду проверим yesterday aftermarket close да это как раз эти компании идут тоже пока ничего не ясно FSL есть gap down но объем пока в данной свечи 4000 то есть небольшой в принципе есть премаркет но можно посмотреть акция недорогая может сегодня двигаться далее EMN есть уже gap up mmi но ничего здесь нету так CB FICO WMS тоже пока ничего не ясно RMD и интересная акция у нас в последнее время это технологии китайцы это GNPR у них постоянно какое-то движение происходит она тяжелая на самом деле для хода внутридневного очень большие сквизы в этой акции но бывает хорошо то есть вот вчера допустим во второй половине дня она прошлась очень неплохо сегодня очень серьезный gap down у нее то есть более чем минус 2 поинта скорее всего уже аптекрул скоро по ней включат будет она с аптекрулом сегодня торговаться далее TKR есть gap down но без объема RHI аналогичная ситуация CODE RYL вот INVN не так давно IPO этой акции было то есть обратите внимание два дня очень сильно она падает она довольно таки тоненькая NWL тоже без особых каких-либо признаков это уже пошел утренние у нас before market open репорт которые сегодня были до открытия рынка смотрите сейчас вот важная довольно таки интересная компания MO отчитывается кто знает что это за сектор MO совершенно верно это сектор Cigarettes и сразу же сюда можно добавить такую акцию как Филипп Моррис тоже будут скорее всего здесь неплохие движения MO можно сразу же писать вместе с PM далее H O N есть премаркет но такое не совсем понятно что здесь происходит так акция D пока ничего не ясно N E Chevron у нас сегодня CVX сегодня будут Major Oil Gas то есть основные компании которые занимаются добычей продажей переработкой газа и нефти то есть однозначно будут движения сегодня можно КСОМ также смотреть эти акции очень серьезно влияют на основные индексы поэтому можно как отдельный индикатор сегодня ставить КСОМ себе на отдельный график вместе с CVX и смотреть что происходит допустим по фильтрам я уже вижу что BP идет GAP то есть есть некоторые горнодобывающие компании то есть можно за ними понаблюдать то есть ну выписать желательно тоже вчерашнего те компании которые вы сбрасываете там JCP тот же да не так давно WPX наверное все помнят акцию хорошо подкупили вот вчера у нее был такой вот отстойчивый откат то есть вполне возможно ее заново здесь начнут где-то подкупать то есть вот эти компании они с листа не должны уходить просто нужно выставить приоритет что когда в какую половину дня мы будем смотреть далее Ford ну Ford минус поинт для нее это достаточно много то есть тоже желательно себе выписать акция очень плотная то есть там неплохой может быть скальпинг так LM это у нас финансовый сектор brokerage тоже обратите внимание вчера какие были точки входа у нее то есть LM я бы конечно понаблюдал бы сегодня довольно таки интересная акция может она ходить хорошо и DHI после закрытия сегодня пятница акции отчитываться не будут поэтому на них конечно сейчас внимание мы обратить не сможем то есть те которые уже в понедельник будут до открытия открываться тоже можно сегодня просмотреть но желательно конечно более глубоко рассмотреть что у нас происходит на прем-маркете значит вот акция CLF уже с гэпом тоже нужно просмотреть так EMN это у нас если не ошибаюсь идет отчет уже мы ее рассматривали гэпап очень серьезный халибурт не так давно отчитывалась нефтяная компания тоже сейчас у нее гэпап тоже можно выписать уже она отчиталась далее GM X вчера у нас ATI отчитывалась то есть можно посмотреть ATI X тоже желательно со счетов не упускать то есть пускай они будут на листе давайте просмотрим тогда несколько акций которые вы сбрасывали то есть я помню MUR это у нас нефть идет сегодня нефть однозначно можно смотреть вчера какая-то растяжка была у MUR морфи ойл можно сегодня смотреть это значит новость однозначно новости сегодня нефтяные акции тоже будут отчитываться JCP ну JCP однозначно нужно выписывать там что-то происходит то есть обратите внимание вчера акция около 7 поинтов в лонг прошла акция D ну D у нас отчет и не совсем понятно что происходит далее AIME вчера говорят хорошее движение было вполне разве что закрытие гэпа было неплохое внутри дня конечно не очень она торговалась так далее KND KND вот тут спора нет конечно посмотрите вот эти точки входа это вчера как KND тоже стояла в рейнджике в консолидации потом выходила наверх тем более консолидация была на вчерашнем Нью Хай и по дневке она шла наверх то есть это то о чем мы говорим да то есть акция идет растянутая свеча первый день у нее начинает повышаться объем нарастать один день она отстоялась то есть это вот подобная ситуация идет WPX только здесь она скажем так не снизу выходила WPX она снизу выходит но сейчас сработают как просто внутри рейнджа акция начинает выходить на Нью Хай так и разворот снизу идет поэтому и то и другое может работать то есть и две точки входа даже три очень отличные были и вот 12.00 дополнительная точка входа то есть очень хорошо KND шла выше то есть в принципе вчерашний день уже упустили то есть что сегодня я не знаю может и дальше пойти может и не пойти то есть вот для чего надо просматривать дневку для того чтобы вот эти вот моменты все где-то себе на отдельный лист бросать и где-то за ними смотреть то есть тут необязательно даже в первой половине дня то есть очень тяжело все сразу увидеть поставить себе на отдельный график то есть ну вот момент внутри дня идет 12.00 то есть если у акции идет trend up то и она формирует уровни поддержки это очень хороший скажем так шанс для того чтобы все таки не упустить все движение и что-то из нее забрать далее BID так ну BID однозначно тоже вчера очень неплохое движение было утром она отстоялась и хороший шорт сделал то есть однозначно есть объем я даже BID даже бы выписал очень неплохо смотрится так DHA мы уже смотрели это у нас отчет GLW GLW второй день акция падает один день после gap down то есть ну это плотная акция то есть мы вчера о ней говорили вчера она была на research отличная точка входа была 12.80 не так много прошла но этого достаточно для того риска который здесь можно было дать то есть соотношение риск дохода здесь в норме можно конечно смотреть то что будут ее гнать ниже так AMI AMI это не то UHS UHS тут два дня хорошо покупали вчера сделали такой откатик небольшой то есть тут уже не знаю куда ее смотреть JAH с этой акцией поаккуратнее почему потому что здесь спред до 25 центов очень легко растягивается она такая непростая акция так BVN BVN это у нас если я не ошибаюсь ADR но на Нью-Йорке этот ADR ходит очень даже неплохо неплохой очень день у нее был позавчера это если не ошибаюсь Бермуда у нас компания и вчера она просто отстоялась то есть сегодня BVN можно смотреть то есть это пока еще не поздно то есть тут есть вероятно что она неплохо пойдет сегодня в лонг все акции больше не сбрасывайте вот смотрим BLL JCP уже смотрели так BLL однозначно тоже хорошо акция утром отстоялась потом трендом сходила выше BLL согласен можно выписывать так JCP смотрели F FIO здесь видите что происходит она к сожалению над шортабл но утро было очень неплохое FIO можно смотреть и лонг может быть и шорт то есть но шорт она к сожалению не шортабл Fav тут уже не совсем понятно пока отстоялась то есть да может выход наверх быть дальше то есть можно наблюдать далее и DAR немного она тонковатая точки входа вчера у нее были то есть вот хорошее было 14.80 но потенциал движения пока небольшой и на New High акция может выйти значит сейчас просмотрим что у нас происходит по финвизу и заходим Street Insider значит на финвизе на данный момент просматриваем сейчас одну секунду и может очень это так вот я уже смотрю начинает обновляться есть так все настройки сбила так объем более 300 и исключаем фонды стакс он ли значит сразу же показывает for gnpr clf general motors и rvl основные лидеры которые сейчас есть нападение сейчас мы все скопируем и через кликер просмотрим вчера у нас еще джейчей были такие компании элэсай кэнди юрай rgs тоже вышло т.в.с. к.н. x очень сильно выстрелили выше хороший момент был от 22 00 уровень сопротивления тем более рынок шел ниже мог отскок произойти произойти конечно dlx 25 00 тоже цена интересная была цента какой у тебя средний стоп смотря как когда какое время то есть если это утренняя торговля может быть большой просто там больше в большей степени играет money management то есть там на 200 акций там можно допустим терять 20 центов да но если уже добавляешь 400 то нужно знать в какую цифру будешь выходить она не должна превышать 10 и так далее то есть если же это уже идет трейдинг который такой вот после получаса после часа то был когда онлайн трейдинг вы видели какие там стопы то есть стопы могли быть и 5 центов и 8 и 7 то есть там как правило как правило не больше чем 10 12 центов так gns это тоже вчерашние и теперь вчерашние лузеры это у нас были mw crr nvn kwk кстати kwk смотрите 5 долларов акция стоит что вчера она сделала си джей и с тоже обратите внимание так и сегодня те уже компании которые торгуются у нас значит джен пиар видели тоже сейчас смотрите 20000 она проходит цену ford тут очень серьезная потеря идет clf general motors rvl это строители у нас силой с sky акция тоже гэпдаун сейчас делает можно смотреть си в с энерджи вай здесь так неплохо уже тоже падает на лов выходит но пока толкового объема хотя есть объем принципе в этих свечах можно смотреть энерджи вай далее к м пи к м пи все помнят акцию не так давно ее торговали тоже уже начинает идти на разворот можно выписать так и лысо и и смотрим сегодняшний генеров с оуэй скорее всего сделка слияния поглощения туда не полезу и м н выписывали холли буртон выписывали идея чай видели эти кей аналогично все у джи тут пока не понятно какой то просто про произошел серьезный принт выше и сместилась это у нас газ газа 5 начал падать поэтому сегодня в принципе не намечается здесь какого-либо движения в лонг россии swm все у джи и кьюти и другие так и в текей вчера первый день был падение то есть тоже можно выписать и рассмотреть но м ww вчерашний репорт тоже желательно не упускать может быть и продолжение риск на день постоянно сейчас меняем по мере отчетов повышается он то есть на данный момент идет 200 по грозу автоклоу стоит 250 все хорошо значит акции просмотрели на стрит инсайдере можно еще просмотреть какие у нас там серьезные идут дисбалансы по сюрпрайзом и эти акции тоже себе отдельно выписать то есть не принципе много получилось но 22 акции вот на данный момент это те которые новостные репорт и все остальные еще отдельно должен быть портфель по тем акциям которых были какие-либо движения то есть но они уже во вторую очередь просматриваются если этих не хватает думаю что этого с головой этих 22 акции с головой хватит хорошо всем спасибо всем хороших сделок сегодня и в чате сегодня еще встретимся